МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Немало талантов рождала во все времена русская земля. Но таких, как он, было и есть единицы. Для его кинематографического дара поистине не существовало границ". У него, когда сцена бомбежки, то его же герой начинает креститься и молиться в небесах. В принципе, социалистическая культура это не приветствовала, но ему какие-то вещи такие были. Мне и разрешено сделать, и как-то на это закрывали глаза. Его режиссерским дебютом стала картина -"Судьба человека", снятая по рассказу Михаила Шолохова. Когда писатель увидел эту экранизацию своего произведения, он несколько часов не мог произнести ни слова. Затем написал режиссеру записку с такими словами. -"Всемогущему Сереже, дай бог". Затем была колоссальная по своим масштабам картина -"Война и мир", которая принесла ее создателю мировую славу. -"Ваш сердце, вы как тут?" -"Да вот, хотелось посмотреть". -"Да, будет что посмотреть". Последние годы досадные неурядицы, связанные с его очередным фильмом -"Тихий дон", подорвали здоровье кинематографиста. И 20 октября 1994 года его не стало. Этого человека звали Сергей Федорович Бондарчук. Он родился 25 сентября 1920 года на Украине в селе Белозерка. Всю жизнь он любил вспоминать херсонские степи, в которых вырос. Возможно, именно просторы родных мест воспитали в его душе поэтический взгляд на мир. -"Очень любил живописать. Он всю жизнь рисует. У меня даже несколько этюдов его сохранилось. Он обычно писал маслом". -"Потом он нарисовал, потом он делал большие скульптуры, какие-то на даче из огромных бревен он делал, резал по дереву, он горшки делал, он готовил пирожки". После окончания школы Сергей прямиком отправился в Ростов, где хотел записаться в местный драматический театр. Так Сергей оказался в числе студентов театрального училища в Ростове. К началу войны молодой человек успел окончить училище и какое-то время поработать в театральной труппе. Затем его призвали на фронт. Он прошел всю войну и демобилизовался только в январе 46-го года. Война наложила глубокий отпечаток на создание будущего режиссера. «Память военная обожгла душу каждого из нас», – говорил он. В дальнейшем это определит направление его творчества. Бондарчук во всех своих фильмах будет проповедовать гуманизм и сострадание к ближнему. После войны у Сергея было только одно желание – продолжить свою артистическую карьеру. Для этого он приехал в Москву и поступил на режиссерский факультет ВГИКа, где учился в мастерской признанного мастера кино Сергея Герасимова. Кстати, в этом вузе станет преподавать и сам Бондарчук, когда будет на вершине своей славы. Когда он входил, половина курса начала трястись от страха, а у меня прямо, знаете, какое-то удовольствие, какой-то стимул появлялся. Адреналин просто. Интересно. Вот сейчас чего-нибудь мы потворим, потому что глыбы, интересно. За ним следить надо было за всем. Он пустых фраз не говорил, бессмысленных. Он не делал ненужного. Когда Бондарчук пришел в ВГИК, ему было уже 27 лет. Этим он отличался от большинства абитуриентов, которые поступали в вуз сразу после школы. Поэтому, как отмечали современники, в глазах молодого человека светились не только ум и талант, но мудрость, которая пришла с жизненным опытом. Львиная голова. Вот всегда он ходил, чуть-чуть откинул голову. У него очень красивые были волосы, курчавые. Но они рано посидели, конечно. Но всегда вот у него такая осанка была действительно царская. И в то же время он был невероятно переживой. Так, с виду, это такой реликт, понимаете. На самом деле очень живой, подвижный, с великолепным чувством него. С великолепным вкусом. Великолепный вкус. Херсонский мальчик, понимаете, из деревни. Со вкусом английского лора даже. После его смерти окружающие будут вспоминать, что Бондарчук, как никто другой, умел носить фраг. Словно бы он родился в нем. Во ВГИКе Сергей познакомился с сынной Макаровой, которая впоследствии стала его женой. Вместе они снимались в фильме «Молодая гвардия», где она играла Любовь Шевцову. Молодые жили в крохотной коммуналке. Именно там их и застал выход на экраны «Молодой гвардии». Там же они узнали, что стали лауреатами сталинской премии. Вскоре после этого супруги получили квартиру на Песчаной улице, и у них родилась дочь Наталья. Мои родители вошли в мою маленькую жизнь как бы в двух образах. В образах отца и мамы, Инны Владимировны Макаровой и Сергея Федоровича Бондарчука, и в то же время в роли Валько и «Молодая гвардия» Любки Шевцовой. Я даже сочинила такую себе историю, что меня родили герои. В 1954 году Бондарчук снимался в роли ревнивца Отелла в одноименном фильме. Без Демона играла 27-летняя дебютантка Ирина Скопцева. Эта встреча станет для обоих судьбоносной. Сергей Федорович уйдет из семьи и женится на Скопцевой. У них родится двое детей – дочь Елена и сын Федор. Мама и папа, у них был уже опыт у обоих семейной жизни. Но мы получили ее, мы поздние дети, ну я поздний ребенок, да и сестра моя поздний ребенок. Мы получили конструкцию такую вот, я бы назвал ее идеальную. Актерским дебютом Бондарчука в кино стала роль большевика «Валько» в фильме Сергея Герасимова «Молодая гвардия». В 1952 году Сергей Федорович получил приз Международного кинофестиваля в Карловых Варах за главную роль в фильме «Тарас Шевченко». С этого момента имя Бондарчука стало известно всей стране, но главное – его творчество было одобрено на самом верху. Артист сумел понравиться самому Сталину, и тогда на него обрушился целый ливень наград. Он стал лауреатом Сталинской премии и получил звание «Народного артиста СССР». Так Бондарчук стал самым молодым киноактером, который удостоился этого высокого звания. Ему в то время было только 32 года. От него большое шло, как говорил Станиславский, лучшее спускание такое, понимаете. У него такая аура была, такая очень мощная, и не каждый мог ее выдержать, поэтому он мог посмотреть так, и человек падал в обморок. Такое бывало просто, потому что в нем много было, да. И как раз людей, которые, тем не менее, это не замечали и вели себя с ним адекватно, что ли, нормально, да. Вот он к ним относился очень хорошо. Тем не менее, Бондарчук не останавливается на достигнутом. Теперь он грезит о славе режиссера. Спустя 7 лет после выхода на экраны Тараса Шевченко, Сергей Федорович снимает свою первую киноленту «Судьба человека» по рассказу Михаила Шолохова, в которой он сам играет главную роль. Выпей за свою погибель. За свою погибель и избавление от мук я выпью. Я готов, яркомендант. Пойдемте, распишите меня. Да ты хоть закуси перед смертью. Я после первого стакана не закусываю. Стоит отметить, что поначалу Шолохов не верил в успех этой затеи. Ведь считается, что литературное произведение по содержанию более емко, чем фильм. Однако снятый Бондарчуком фильм просто сразил его. Он нас воспитывал как людей еще. Он нас воспитывал как людей. Он говорил, да, вот у Табакова Маугли играют. Маугли. Ну, хорошо. Только зачем? Впоследствии режиссер докажет, что ему по силам поднять с земли даже самое гигантское произведение русской литературы. Бондарчук экранизирует роман Толстого «Война и мир». И тем увековечит свое имя. В 1965 году Бондарчук начал работу над экранизацией романа Льва Толстого «Война и мир». Уже первые две серии эпопеи вызвали небывалый ажиотаж у публики. Фильм был признан одним из самых грандиозных кинотворений 20 века. 15 апреля 1969 года в Лос-Анджелесе на церемонии вручения премии «Оскар» Картина была удостоена награды как лучший зарубежный фильм. Единственный раз, когда я побывала на съемках у отца, 10 тысяч людей было занято в этом. Куда-то все бежали, толпы буквально, матросы, солдаты, прожектора. Мы вечером пошли к нему, прожектора. Лезли каскадеры на стену. Значит, и во всем этом шуме вертолеты летали. Вадим Иванович Юсов летал над этой площадью. И вот я увидела маленькую, потом все ближе-ближе, фигуру отца. Он стоял, закинув голову, седые волосы развевались на ветру. Я его спросила, папа, вот скажи честно, как ты всем этим управляешь? Он сказал, никак, оно само. В кинокартине большое место займут батальные сцены Бородинской битвы, с которой началось падение Наполеона. Около макеата Бородинского поля Сергей Бондарчук и главный художник фильма Евгений Куманьков. Во время войны мира у него отказывалось сердце в два раза. Была клиническая смерть зарегистрирована у отца. Настолько это тяжело. Работа над этой кинолентой отняла у Бондарчука много сил и здоровья. К моменту завершения всей работы над картиной режиссер был уже совершенно седым. В 75-м году он снимает фильм «Они сражались за родину» по повести того же Михаила Шолохова. Эта картина стала очередной победой режиссера и по праву заняла место в Алмазном фонде советского кинематографа. В ней принимали участие лучшие советские актеры. Сам Бондарчук, Бурков, Тихонов, Никулин. Последнюю свою роль, даже не до конца им озвученную, сыграл в этом фильме Василий Шукшин. Это контроль мне, Курский. Был Курский из-под Лебедяги. Ты лучше про свою тайную болезнь расскажи. Смеяться тут не на чем. Тут смех плохой. Но если хочешь знать, окопная болезнь, вот что. Эти артисты подарили зрителям незабываемые минуты общения с подлинным талантом. К сожалению, сейчас многих из той звездной команды среди нас нет. Скончался Георгий Бурков и Юрий Никулин. Нет уже и самого Сергея Бондарчука. В середине 80-х началась перестройка, которая не принесла российскому кинематографу ничего, кроме горьких разочарований. Вместе с Советской империей рушилось и то хорошее, что она когда-то создала. В 86-м году в Москве состоялся пятый съезд кинематографистов СССР. Он печально знаменит тем, что на нем под ударами критики оказался сам Сергей Бондарчук. На защиту раненого льва бросился только один человек – Никита Михалков. Началось это именно с пятого съезда кинематографистов Кремля. Я участница была этого съезда. И видели, как громили Наумова. Наумова вообще не давали говорить. Стучали, кричали, чуть не плевались. То же самое обструкции Ростоцкий, Куледжанов и в особенности мой отец. Еще одно не менее горькое разочарование Сергею Федоровичу принесли события, связанные с его последним фильмом «Тихий дон». Он всю жизнь мечтал поставить эту картину, но сделать это на родине не смог. Писали против отца чудовищные совершенно статьи. Называли его «Дохлым львом». Когда я папе спросила, читал ли он и что было с ним, когда он прочел эту статью, он сказал, ты знаешь, я прочел ее в самолете, я хотела открыть люк и выйти. Тогда Бондарчук заключил договор с одной из итальянских компаний на совместную экранизацию романа. Однако после съемок те почему-то решили, что могут смонтировать картину без помощи самого режиссера. Все попытки Бондарчука повлиять на ситуацию ни к чему не привели. Эти неурядицы губительно сказались на здоровье режиссера. 20 октября 1994 года он ушел из жизни, так и не закончив работу над своим детищем. Каждая из его ролей – бриллиант в короне Российской империи кино. Но есть среди них одна, самая дорогая для Сергея Бондарчука. Это роль Тараса Шевченко – первая главная роль, которая принесла молодому актеру всемирное признание. Аленочка мне позвонила, сестра моя, и рыдая по телефону сказала, папа ушел. Я купила рушник Тараса Шевченко, прилетела на похороны, и мне разрешили положить этот плат на его руки. Сергей Бондарчук очень любил раннюю осень, ее ускользающую красоту. Октябрь 1994-го выдался удивительно ясным и погожим. Словно сама природа тепло прощалась с режиссером. Листва падало, с елок осыпались, с лиственницы осыпались легкие такие иголочки. И мы шли, и Никита Сергеевич сказал удивительную фразу. «Последний раз», он глядит на отца, который в гробу лежит, и он говорит, «Последний раз на челе Сергея Федоровича играет «Солнце». Судьба последней киноленты Бондарчука «Тихий дон» до последнего времени оставалась неизвестной. Дело в том, что к окончанию съемок итальянская продюсерская фирма, которой принадлежали права на прокат фильма, обанкротилась. Отснятый материал забрали у нее за долги. Поэтому лента долгое время не могла вернуться в Россию. Но произошло чудо. И вот совсем недавно, летом, когда приехал сюда ко мне мой брат Федя, и сказал, что Первый канал купил картину, и что он будет помогать эту картину доделывать, я просто вот перекрестилась. Я говорю, Феденька, это самое дорогое, что ты, дорогую весть, которую ты мне в жизни принес. То, что так получилось с «Тихим доном», что эта картина 10 лет не видела своего зрителя, и сейчас она в России, и я ее доделаю, я тоже в этом вижу какой-то смысл. То, что когда я снимал «Девятую роту», отец присутствовал во мне и на съемках, и во сне, это тоже какой-то смысл. И вот, конечно, я не люблю слово «мистика», но какое-то вот знаковое ощущение присутствия отца, она колоссальна. Работа над фильмом подходит к завершению, и в скором времени он выйдет на российские кино- и телеэкраны. Так осуществится мечта великого режиссера. Выдающихся людей по привычке величают звездами. Однако говорить так о Сергее Бондарчуке как-то не принято. И дело не в том, что он не заслуживает этого звания. Напротив, его талант просто не соизмерим с лучиком далекой звезды на вечернем небосклоне. Этого человека сравнивают с планетой. И только это слово соответствует масштабу его личности. В фильмах Бондарчука чувствуется огромная космическая мощь и желание одним взглядом охватить всю Землю. «Деятельная благодетель». Он писал сочинение, он мне сказал, напиши про деятельную благодетель. Я вообще не понимал этого. А сейчас осознание вот «деятельные благодетели» – это его задача. Он пытался изменить людей хотя бы на секунду, хотя бы на долю секунды. Сделать их более одухотворенными, добрыми, любящими, гордящимися за свою страну, верующими, лучшими. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok